Добрый день! Начинаем шестую неделю курса эконометрики и начинаем новую тему, которая связана с еще одним вариатором исследования взаимозависимости переменных – временные ряды. Мы уже рассматривали регрессионный анализ пространных выборок, когда у нас лестерочная переменная Y была связана с объясняющими переменными X1 и так далее, XPT. Но теперь возникает некая особенность, что объясняющие переменные являются не что-линое, как время. Ну и попробуем посмотреть, что время вносит в наш анализ. Итак, вспомним, что у нас, как и раньше, присутствует матрица объект-свойств, в которой записаны переменные X1 и так далее, XPT по столбцам. И, соответственно, каждая строка обозначает n-ное наблюдение. И от единицы до n – это наблюдение объекта, G от единицы до b – это свойства или переменные. И раньше у нас такая матрица была единая, то есть у нас был единственный момент времени, T не изменялась, у нас не было никакой динамики. В настоящее время мы попробуем внести эту динамику. Теперь у нас будет не один момент времени, а множество момента времени, T равняется T1 и так далее, T, T. Если у нас присутствует много момента времени, но при этом всего лишь одна единственная переменная и одно единственное наблюдение, мы получаем одномерный временной ряд. Ну а если у нас присутствует много показателей, которые изменяются во времени, то этот ряд можно считать многомерным. По-английски обозначение Time Series, и если вы открываете какую-то статью, то по ключевому слову Time Series вы можете как раз обнаружить те статьи, которые вас будут интересовать в плане динамических экономических моделей. Мы можем рассматривать одноверный ряд, когда один показатель зависит от времени вне контекста всего, например, если мы рассматриваем курс доллара или динамику, скажем, валового внутреннего продукта России вне контекста каких-то прочих изменяющихся перемен. Но при этом могут быть и несколько временных рядов, которые взаимосвязаны между собой. Вот если у нас рассматривается не отдельно курс доллара, а курс доллара в контексте курса евро, курса фунта, курса швейцарского франка, иены, и юаня и так далее, то у нас будет уже многомерный временной ряд. Аналогично, если мы рассматриваем не отдельный курс определенной акции, или не просто фондовый индекс, а рассматриваем наличие, например, 50 голубых фишек, которые включаются в индекс МВВ, и мы хотим взять и посмотреть, как отдельные курсы акций взаимодействуют между собой. Если мы рассматриваем макроэкономические модели, это тоже может быть актуально, поскольку динамика временного ряда, в котором присутствует, скажем, валовый внутренний продукт, динамика ВВП, она зависит от множества других показателей, от самого уровня ВВП, опять-таки, в динамике, от доли государственной экономики, от процентных ставок, от ставок, устанавливаемых центробанком и так далее. То есть, у нас есть множество факторов, которые влияют на резистрирующие показатели, например, ВВП, и мы можем этого взаимозависимости учитывать. У нас важно взаимодействие величин по принципам прямой и обратной связи, у нас могут быть какие-то лаговые модели с запасными во времени и так далее. Это мы тоже можем изучать, хотя в рамках данного курса данный курс является базовым, поэтому мы будем изучать только самое начальное. Опять-таки, мы возьмем простейший вариант, когда дискретный одномерный временной ряд и все изменения равно отстоят друг от друга. То есть, разница времени между Т2 и Т1 равняется, равняется Т3-Т2 и так далее, с индексом Т большое, Т, Т-1. Просто ДТТ. В макроэкономике это типично годовые данные. У нас есть ВВП за 2017, 2016, 2015 год и так далее и в прошлом. У нас могут быть данные поквартальные. Та же самая статистика по ВВП очень часто представлена не только в погодовом выражении, а и в поквартальном. Если мы рассматриваем ценовой фактор, особенно в такой стране, как Россия, с достаточно высоким уровнем инфляции, особенно что касается предыдущих двух с половиной десятилетий, то, соответственно, нам потребуются более высокочастотные временные ряды и у нас, скорее всего, будут помеченные данные или даже посуточные, если мы говорим про какие-то финансовые характеристики, валютный курс, курс акций и так далее. Конечно, здесь могут возникать некоторые особенности. Например, если мы рассматриваем динамику валютного курса, у нас есть пять торговых сессий в неделю, и есть выходные дни, когда значение этих курсов не определяется. Точно так же выпадают праздники. Мы можем либо это игнорировать, рассматривая момент времени этой первой, последней, просто темнией, когда происходили торговые сессии, либо учесть разницу, например, между пятницей и понедельником каким-то особым способом. Потому что действительно наблюдается, что курс валюты с понедельника во пятницу, вот этот вот гэп, отличается значимо от тех изменений, которые происходят, например, с понедельника до вторника, со вторника до среды и так далее. То есть те дни, когда никакие промежуточные дни у нас не присутствуют. Ну, как минимум, просто количество новостей, которые могут произойти за вот эти вот два выходных дня, оно, конечно, больше, чем то, что может происходить в средние недели. Мы это можем попытаться учесть, либо игнорировать, если другие факторы являются для нас более значимыми. Главная задача анализа временных рядов – проводить кратко- и среднесрочное прогнозирование. Долгосрочные прогнозы тоже можно строить, но тогда, по свое дело, кроме долгосрочной тенденции, выражаемой в виде тренда, у нас мало что останется. А вот для кратко- и среднесрочного прогноза мы можем использовать довольно много дополнительной информации, которая не была в пространстве, как у драк. Когда мы рассматривали случай кросс-экшена, третья, четвертая, пятая недели, у нас были как раз посвящены анализу пространственных выборок, статических наблюдений, то есть у нас есть некий средство времени, и мы говорили, что у нас есть функция регрессии, и никоим образом дальше случайные остатки, то, что мы не смогли спрогнозировать, не могут быть дальше уточнены. Для временных рядов ситуация оказывается немножко другая. Для временных рядов случайные остатки можно моделировать. Это очень явно мы видим на простом примере временного ряда, где регистрирующий показатель Y, скажем, валютный курс, динамически меняется под время. У нас есть некая долгосрочная тенденция. У нас есть при этом некоторые периоды, когда случайные остатки были либо все положительные, либо все отрезательные. Остаток сегодняшнего наблюдения очень тесно связан со вчерашним, как, собственно, и сам курс. Сегодняшний валютный курс связан со вчерашним, чуть слабее связан с позавчерашним, сильно слабее связан с тем, что был неделя или две назад, еле чувствительно связан с курсом месяца назад и, наверное, никак не связан с тем, что было год или пять до настоящего времени. Но это и означает, что функция регрессии не является наилучшим прогнозом. Как мы и говорили, у нас есть вот это вот последнее наблюдение в момент времени Т. И если мы рассматриваем прогноз на сутки вперед, то, наверное, у нас будет, возможно, даже некоторое возвращение к уровню тренда. Это связано с коэффициентом кривицы между синими остатками. Но, тем не менее, мы явно должны добавить вот этот отрицательный сдвиг от долгосрочного уровня. Если у нас вчера курс был на 2 рубля ниже, чем уровень тренда, то завтра, наверное, он тоже будет на рубль 90, на рубль 80 примерно в таком соотношении отличаться от уровня тренда в отрицательном сдвиге. Соответственно, мы здесь видим уже те отличия, которые временный ряд несет в себе. Элементы временного ряда не являются одинаково распределенными. Видим, что у нас значения те, которые были, например, год назад, сильно могут отличаться от того, что мы наблюдаем сегодня. Эти данные никоим образом нельзя перемешивать. Но особенно явно это наблюдается при высоких темпах роста некоторого показателя, либо при шоковых изменениях. Допустим, если мы рассматриваем данные по валютному курсу за 2014-2015 год. В 2014 году значение курса было порядка 35 рублей за доллар. В 2015 году у нас значения превышали 60 рублей за доллар, приближаясь в определенные моменты к 70 или даже заходя за эту величину. Что это означает? Это означает, что нам никоим образом нельзя менять последовательность наблюдений. Мы не можем вчерашние наблюдения поменять с тем, которое было год назад. При этом в пространственных выборках у нас последовательность данных была совершенно произвольная. Мы могли сортировать исходные данные, например, межстрановые регрессии. То мы могли отсортировать их по уровню ВВП. Большие страны наверху, маленькие страны внизу. Могли отсортировать по душевому ВВП. Богатые страны наверху, бедные страны внизу. Могли отсортировать по алфавиту. Могли отсортировать по географии. Могли отсортировать по инфляции. Могли отсортировать по доле государства и так далее. У нас любая сортировка вплоть до произвольной сортировки. Регрессионная модель никоим образом не изменялась. Для временного ряда это изменение станет фатально, нам ни в коем случае нельзя прошлое менять из будущего, у нас есть определенная последовательность. Таким образом, элементы временного ряда являются не одинаково распределенными. Например, если мы рассматриваем вероятность того, что значение валютного курса будет ниже 50 рублей за доллар, то до 2014 года мы наблюдаем 100% таких наблюдений, в период после 2014 года мы наблюдаем 0% таких наблюдений. И элементы временного ряда не являются статистически независимыми, у нас есть взаимозависимость остатков, так называемая автокорреляция, и без этого в временных рядах никуда идти дальше нельзя. Основные факторы, которые формируют временной ряд, выписаны вот здесь на слайде. Это долговременный фактор, некая общая тенденция изменения признаков, как правило монотонная. У нас может быть повышающийся тренд, у нас может быть понижающийся тренд, у нас может быть какой-то боковик. То есть в данном случае мы можем взять и спрогнозировать вот эту вот долгосрочную тенденцию, некой, как правило, достаточно простой регрессионной функции, чаще всего полиномом, линейным или квадратичным, или экспонентом, если у нас действительно неизменный темп относительно роста. То есть первая составляющая это тренд. Вторая составляющая, сезонная компонента. Тот вариант циклических колебаний, который достаточно удобен, поскольку это периодические колебания, происходящие в определенное время года. Ну и как некоторое обобщение, в принципе, мы можем рассматривать сезонность не только в рамках года, но и, скажем, внутри суток. Например, если мы рассматриваем рынок электроэнергии на сутки вперед, есть пиковые часы, когда нагрузки очень небольшие, и, соответственно, это повышает цену на электроэнергию. Есть ночные часы, когда спрос на электроэнергию мал, и в том числе генирующие компании вынуждены снижать цену. Если мы рассматриваем тот механизм формирования цен, который реализован в том числе сейчас в России в виде аукционов, то, соответственно, цены дневные и ночные будут сильно отличаться. Дневные цены в периоды пиковые или полупиковые тоже будут отличаться. Главное отличие сезонных колебаний и вот колебаний такого рода, что у нас есть фиксированный период, сезонность. У нас каждый год есть зима, у нас каждый год есть лето, и летнее потребление товаров может отличаться от зимнего. Декабрьский рост цен может отличаться от летнего затишья, потому что, скажем, в декабре очень многие получают дополнительные доходы, 13-ю зарплату, премию по итогам года и так далее. Заодно покупая все для новогодних праздников, цены могут расти. В январе, опять-таки, могут быть росты, связанные с увеличением тарифов в естественных монополиях. Редом, когда все в отпусках, разъезжаются компании, чтобы хоть как-то стимулировать потребителей, вынуждены снижать цену. Плюс добавка идет в новый урожай, который тоже несет в себе вот это вот отрицательное влияние цен. Поэтому в некоторых ситуациях цены могут даже падать. Вот эти вот сезонные колебания могут происходить, и мы можем это учитывать. Соответственно, у нас есть вторая составляющая, сезонность, которую можно моделировать через механизм данных переменных, которые мы уже изучали в рамках данного курса, а также через отклонение от скользящего среднего, которое мы будем изучать в следующей лекции. У нас могут быть циклические колебания. Это долговременный цикл экономической, политической, демографической или иной природы. В чем здесь серьезная проблема? То, что у них нет фиксированного периода. Конечно, некоторая примерная составляющая у нас есть. У нас есть какие-то длинные волны, которые мы можем учитывать, которые связаны с появлением некоторых технологий массового пользования, как то, начиная с паровой машины в начале 19 века, далее железные дороги, массовое производство конвейера Форда, электротехника. Последняя волна связана с компьютерами и внедрением в нашу жизнь средств связи. Но в том числе, возможной одной из причин экономического кризиса, пришедшего в 2008-2009 годах, является то, что старая технология исчерпала себя, а новая технология, которая могла повести за собой экономику, по сути дела еще не создана. Нанотехнологии, биотехнологии или что-то еще, даже мы не вполне это ощущаем. Соответственно, есть какие-то такие длинные волны, но понятно, что здесь никакого фиксированного периода нет и быть не может. Есть волны более короткие, инвестиционные циклы, циклы потребления, циклы запасов китчена, строительные циклы кузнеца и так далее. Многие ученые пытались на данных выявлять вот эти вот зависимости, хотя нужно сказать, что к такому анализу циклов стоит подходить очень аккуратно, поскольку при должной технике мы можем выявить циклы практически везде и вовсе не факт, что эти тенденции будут продолжаться. Прогнозировать прошлое, это не единственное наше желание. Соответственно, это моделируется, как правило, какими-то периодическими функциями, но вот поскольку у нас курс с эконометрики базовый, то циклы с неопределенной длительностью мы, конечно, затрагивать уже не сможем. И последний фактор, который раньше нам вообще особо не принимался в рассмотрении, случайные остатки, на то они называются случайными, остатки, которые не поддаются объяснению. Но вот здесь у нас возникает возможность моделировать и их. Конечно, они разделяются на два различных случая. Шоковые и скачкообразные изменения нам, наверное, моделировать не получится. Или, по крайней мере, мы не сможем точно указать время шока. Ну, кстати, вот интересные вещи, которые мы можем даже из эмпирики выявлять, скажем, если мы рассматриваем 1998 год, это пресловутое изменение курса доллара с 6 в августе 1998 года до 24 в августе 1999 года. Этот рост, с одной стороны, был, так скажем, непрогнозирован по времени, но очень хорошо ожидаем в среднем. То есть, если достаточно посмотреть на форвардные курсы, которые публиковали и в тот момент первые появлявшиеся интернет-источники, можно посмотреть просто пошивку коммерсанта за тот период, и можно было обнаружить, что форвардные курсы, которые в августе формировались на будущее, очень точно прогнозировали вот эту вот динамику. Единственное, никто не знал, когда скакнет. Это могло произойти 17 августа, это могло произойти в сентябре, это могло произойти в какой-то другой, более поздний период, но это на тот момент было неизбежно. То есть, вот эти вот шоково-искачкообразные изменения, они тем сложны, то, что мы не можем точности сказать, когда и в каком размере, но направление, по крайней мере, может ощущаться. Еще лучше обстоит дело с малыми случайными отклонениями, которые действительно можно моделировать. И тому есть определенные модели, в частности, ARMA-модели, в частности, какие-то их развития и обобщения, и так далее. Соответственно, случайные остатки – это то, что при анализе временных рядов учитывается в полной степени. Основные задачи анализа временных рядов связаны с тем, что мы определяем, какие факторы присутствуют в модели, что есть долгосрочная, сезонная, составляющая цикл, случайность. Мы должны даже далее построить хорошие оценки для коэффициентов этих неслучайных функций, для тренда, для сезонности, для цикла, и подобрать модель, которая адекватно описывает поведение остатков ε, определить ее параметры. Заметим, что, опять-таки, в сравнении с кросс-секшен, в кросс-секшен мы могли только определить дисперсию остатков. Насколько мы ошибаемся, мы на основе этого построить интервальный прогноз. Здесь у нас спектр возможных действий куда более широкий. И мы с ними начнем знакомиться, хотя, конечно, это будет самое начало. А вообще анализу временных рядов можно посвящать целые полноценные курсы. Каким образом эти неслучайные составляющие, в том числе остатки, накладываются друг на друга? Бывают аддитивные и мультипликативные модели. Что такое аддитивная модель? Все факторы накладываются друг в друга через сумму. То есть у нас некоторый тренд имеется, например, какой-то объем продаж в зависимости от времени. При этом мы знаем, что присутствует сезонность. Летом продают на 1000 единиц в день больше, весной на 300 единиц в день больше, осенью на 500 единиц в день больше, чем зимой. Но главное, что у нас это наложение идет в виде суммы. Аналогично, есть цикл, есть подъемы, есть экономический бум, когда у нас рост, скажем, повышается на пару процентов, на пару триллионов рублей в год, если мы говорим про Россию, в абсолютное увеличение в положительном направлении, или идет падение на триллион, если мы рассматриваем вот этот период спада. Главное, что здесь идет добавка суммы. У нас может быть другая ситуация, когда идет наложение уже относительное. Ну, скажем, летом продажи растут не на 1000 единиц в день, а на 25%. А весной у нас продажи растут на 10%. А зимой они оказываются минимальными. То есть, вот эта вот составляющая сезонная может присутствовать как некая величина, которая показывает во сколько раз это изменение происходит. Аналогично с циклом, аналогично со случайными остатками. То есть, все изменения процентны. Заметим, что формально у нас одна модель очень хорошо переходится в другую. Если мы про логарифм и на вторую зависимость запишем логарифм yt, то мы получим модель, которая как раз и будет аддитивной. У нас логарифм t в степени альфа t. Альфа t выйдет вперед, у нас будет логарифм тренда, здесь логарифм сезонности, здесь логарифм fiat t. То есть, в данном случае, в принципе, мы можем оценивать и модели такого класса. Но иногда нам удобнее изначально записать модель в такой мультипликативной форме, особенно с учетом того, что интерпретация остатков может быть изначально не мультипликативной, умножить на yt, а в стандартном варианте плюс yt. То есть, вот эти вот отличия нужно принимать в модемах. Коэффициенты альфа t, альфа s, альфа f равняются единице, если составляющие есть в модели, и равняются нулю в противном случае. Соответственно, если какая-то часть отсутствует в модели, то у нас просто будет отсутствие ее. То есть, например, может в модели оставаться только тренд, или присутствует тренд плюс сезонность без цикла. Или вообще у нас нет ни того, ни другого, у нас есть только случайная составляющая. Во втором случае у нас, может быть, yt равняется просто тренду, а может он умножается на сезонность, а может быть он умножается не на сезонность, а на сезонность. Можно рассмотреть какие-то примеры. Ну, например, если мы рассматриваем помеченные авиаперевозки. Что здесь заведомо присутствует? Здесь заведомо присутствует некая долгосрочная тенденция. Ну, понятно, что люди в мире сейчас путешествуют в разы больше, чем это было 50 лет назад, и, ну, может быть, не в разы, тем не менее, все равно существенно больше, чем, например, в 90-е годы. У нас, если помесячные данные присутствуют, то явно наблюдается сезонность. Время отпусков способствует увеличению продаж авиабилетов. Люди летают больше, люди летают куда-то на отдых, особенно, что касается, отдых в туристические страны, здесь очень сильное изменение присутствует. Если мы рассматриваем зимний период, тоже в районе Нового года, вот эти вот длинные новогодние праздники способствуют росту авиаперевозков. Явно выражена сезонность, которую можно оценивать. По поводу цикла здесь чуть-чуть сложнее. Наверное, мы можем оценивать зависимость и циклическую тоже, поскольку понятно, что в период экономического подъема, когда у людей больше денег и лучше ожидания относительно будущего, они начинают путешествовать сильнее. А в период экономического кризиса прижимаются и пытаются сохранить деньги на черный день, а не тратить их на те же самые авиаперелеты. Поэтому мы действительно наблюдаем зависимость циклическую. Но здесь очень сложно предсказывать, когда этот цикл происходит, когда нам нужно прогнозировать рост, когда нам стоит прогнозировать спад. Поэтому вот здесь вот таким вопросом она указана. Мы, наверное, должны очень внимательно посмотреть, стоит ли нам включать именно заранее в прогнозную модель цикл. Возможно, нам стоит взять и включить в регрессионную модель сам уровень среднедушевого ВВП, который, собственно, и определяет уровень богатства, и тогда авиаперевозки будут не просто циклически зависеть, мы скажем, что через 10 лет у нас они вот так вот вырастут. А они вырастут вот так-то, если у нас будет экономический подъем. И они вырастут слабее, если у нас на этот момент будет экономический. Вторая возможная зависимость – фондовые индексы. Присутствует тренд, однозначно присутствует тренд, поскольку у нас экономический рост никто не отменял, и уровень капитализации сейчас отличается в разы даже от того, что было четверть века раза. Но при этом присутствует обязательно цикличность, потому что как раз фондовые индексы напрямую зависят от экономического подъема, экономического спада. А также, как ни странно, здесь можно обнаружить вполне циклы фиксированной длины, например, электоральные циклы. Если у нас надвигаются очередные выборы, соответственно, кандидаты дают большой пакет обещаний, эти обещания нужно выполнять, соответственно, вот этот вот всплеск расходов, он приводит, ну, одновременно, скорее всего, он запускает экономический рост, потому что у людей появляется больше денег, но одновременно с этим запускается и механизм инфляции. Потом надо каким-то образом ужимать инфляцию, чтобы она вышла на разумные значения, и, соответственно, наоборот, перед тем, как начинается новый выборный процесс, у нас расходы существенно уменьшаются. Поэтому такие циклы присутствуют, и более того, есть отдельная тематика, которую можно и нужно более подробно изучать. Есть такие вещи, которые изучаются в макроэкономике, бизнес-циклы и политические циклы, и их взаимосвязь. Если мы рассматриваем урожайность, здесь, конечно, очень большая составляющая – это случайность. Случайность, в которой есть составляющие погоды, но про погоду мы на будущий год или тем более на несколько лет, наверное, ничего не скажем. По поводу тренда. Здесь, конечно, все зависит от того, насколько длительным у нас является соответствующий временной лет. Если мы рассматриваем длительную временную перспективу, то нам, конечно, нужно учитывать этот ряд, поскольку качество удобрения улучшается, качество семян улучшается, и урожайность сейчас сильно отличается от того, что было даже в середине 20-го века. Если мы рассматриваем период короткий, скажем, 10 лет, ну, другое дело, что на 10 годах и временной лет не особо построишь, но там, наверное, у нас ничего прогнозировать просто не получится. С циклами тоже надо быть очень аккуратно. Вот такой вот очень заядный пример, который говорит о том, что вроде как с циклами все хорошо. На самом деле, конечно, это некая фикция. Ну, по поводу кризисов, которые захватывали всю мировую экономику. Первый кризис 1857-1858 года описывал в своем капитале еще и Карл Лакс. Соответственно, вот это вот первый достоянный кризис, который затронул не отдельно взятую страну, а в совокупности экономику многих стран. 1895. Следующий экономический кризис, который, опять-таки, затронул значительную часть мировой экономики. Великая депрессия. Дно его было достигнуто в 1933 году. Заметим, какая разница между этими величинами. 1857-й отстоит 1895-го на 38 лет. Аналогично, 1933-й идет через 38 лет после предыдущего кризиса. Проходит еще 38 лет. 1971-й год. Рост нефициальных цен. Отказ Соединенных Штатов от золотого стандарта после того, как они не смогли выполнить требования перевести в золото имеющийся у одной отдельно взятой Германии валютный резерв. Ну и все вытекающие отсюда последствия. Значит, это следующий кризис, который затронул действительно достаточно значительную часть мировой экономики. Он не был таким глубоким, как Великая депрессия, но тем не менее он очень хорошо ощущался. 2009-й год. Ну, это совсем уже на нашей памяти. Мы можем наблюдать это в иной отголоске, даже сейчас, особенно если мы рассматриваем российскую ситуацию. Везде 38 лет. Означает ли это, что следующего кризиса следует ждать 2047? Наверное нет. При изрядной только подгонке данных мы можем такие значения находить, потому что мы точно так же могли задать Великую депрессию в 29-м году, а не в 33-м. Мы могли сказать, что кризис начался в 2008-м, а если мы говорим просто про ипотеку, то это еще 2007-й год. Мы можем сказать, что вот в каких-то странах он продолжается до сих пор, а может быть сейчас будет и еще хуже. Соответственно, это скорее игра с цифрами, которая иногда что-то под собой может нести, но иногда нам стоит достаточно скептически к всему этому относиться. То есть с циклами особенно аккуратно. Вот в этом смысле тренд и сезонность это то, что имеет чуть большую под собой основу, поскольку это все-таки некие долгосрочные тенденции и период равный одному году. И то, и другое можно использовать в прогнозировании. А вот с циклами, что произойдет дальше, особенно если касается дел конкретной экономики, скажем, российской, здесь все очень сильно зависит от тех или иных политических и экономических решений. Итак, не случайная составляющая временного ряда. Нам необходимо выявить, желательно автоматический факт наличия или отсутствия данной составляющей. Нам нужно проверить гипотезу о том, что мотожидание временного ряда и крипты равняется константе, или оно не равняется константе с возможными вариантами конкретизации. Каким образом мы можем это осуществить? Есть специализированные критерии, которые автоматически позволяют оценивать вот эту гипотезу неизменности среднего, проверять эту гипотезу. Во-первых, это критерии серии, основанные на медиане. Мы считаем медиану, мы смотрим, какие значения уровня временного ряда оказываются ниже медианы, какие выше медианы и насколько они кластеризуются между собой. Соответственно, этот критерий выявляет монотонную зависимость. Есть критерии восходящих и нисходящих серий. Вот как мы наблюдаем здесь для временного ряда. Есть серия значений, которые увеличивают значения гипотезу. Дальше идет спад, дальше снова рост, дальше снова спад. Соответственно, если эти изменения у нас каждый день происходят, а не то что два шага вперед, один назад или наоборот, то мы можем выявить периодические зависимости. Есть критерии АДБ, которые учитывают и то, и другое. Ну и, собственно, давайте посмотрим, как эти критерии поведут себя на реальном примере, на примере из недавнего прошлого. Взяли курс доллара за апрель-май, естественно, нынче имелись данные до 16 мая 2018 года, и с 3 апреля, 1 апреля, 2 апреля, 2 апреля, 3 апреля. Вот, собственно, динамика курса доллара. 57.29, 57.54 и так далее, 61.92. Это официальный курс Центробанка, взятый с сайта Росбизнес Константинга, где, собственно, вы тоже можете использовать эти данные и выкачивать всю информацию по поводу финансовых фронтов в России. В чем заключается критерий серии, построенный на медиаторе? Ну, во-первых, мы переходим от исходного временного ряда к вариационному временному ряду. То есть сортируем данные в порядке возрастания. То, что обычно делать для временных рядов, нельзя категорически, но здесь мы краткосрочно это делаем. Мы берем и сортируем все значения, вот те 29 значений курса доллара по порядку от самого минимального до самого максимального. Естественно, временно, не забывая сохранить предыдущие данные. Для чего мы это делаем? Ровно для одной вещи. Мы определяем выборочную медиану. Что такое выборочная медиана? Если у нас есть несколько значений временного ряда, сортированные в порядке возрастания, то, соответственно, у нас медиана это среднее значение в этом ряду. То есть, например, если у нас есть значение 1, 3, 10, 50, 100, то медианой будет среди этих пяти точек третья. Если бы у нас было четное количество значений, то, например, было еще 180, например, то, соответственно, медиана являлась бы среднеарегиптической между двумя средними, то есть 10 плюс 50 пополам, 30. Вот, собственно, это здесь написано по формуле. Если теги четные, то это просто значение временного ряда тегов с 1 пополам, 29 точек, соответственно, у нас будет 30 пополам. 15-я точка медианы, а если у нас четное количество данных, то, соответственно, мы из 30, скажем, берем и вычисляем 15-ю и 16-ю, берем между ними обычные средние. Дальше, на основе исходного ряда мы записываем серии из плюсов и минусов. Плюсы ставим, если значение временного ряда больше медианы, минус, если меньше медианы. Значения, которые совпадают, они просто не учитываются. И мы вычитаем две характеристики. Гамма от t, это общее количество серий, то есть последовательности поля от идущих плюсов и минусов, и тау от t, протяженность самой длинной серии. То есть мы весь ряд записываем следующим вопросом. Вот у нас плюс, 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 сколько-то их. Потом идут, например, минусы. Ну, здесь, скажем, мог втесаться один плюсик, дальше снова минусы, потом снова пошли плюсы. И вот мы смотрим, сколько у нас вот таких вот серий и какова длина, самый длинный из них. Соответственно, если ряд не случайный, если есть какая-то тенденция, у нас довольно длинные будут серии, ну, их, соответственно, будет достаточно мало. Ну, и, соответственно, мы после этого сравниваем с критической точкой. Если величина гамма меньше равняется целой части от 0,5 умножить на t плюс 2 минус 1,96, вы не понимаете, откуда взялся 1,96, на корень из t минус 1, или тау больше равняется 1,43 на логарифм t плюс 1, то этот ряд оказывается не случайным, с вероятностью ошибки 5%. Вот если мы вернемся к исходному ряду и посмотрим, что у нас здесь присутствует. Ну, медианное значение здесь равняется где-то там, не знаю, 60 с небольшим. Так вот, давайте здесь выделим те значения, которые оказываются выше медианы, и те значения, которые оказываются ниже медианы. Вот подчеркнем те значения, которые у нас оказываются ниже медианы. Вот довольно много вначале, собственно, до начала подъема, Потом пошел подъем, у нас 62,37, 64,04, это уже больше медианы. 62,87 тоже больше медианы, а 61,43 это уже меньше. Дальше опять больше, меньше, 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 долго меньше. И финальная стадия, это больше медианы, кроме одной единственной точки, 61,70. Подчеркнутое значение меньше медианы, не подчеркнутое, оказывается, больше медианы. Мы можем посчитать, сколько здесь серий, какая длина каждой из них. На практике мы этого коснемся чуть более подробно. Выясняется, что серии здесь, оказывается, всего 8 штук. И, соответственно, это значение оказывается меньше, чем критическая точка, которая вычитывается по этой формуле, которая равняется 10,31. Тау равняется 8, длина самой длинной серии равняется 8. Давайте посмотрим еще раз на эти данные. Самая длинная серия, эта серия, наверное, 61,15, начинающаяся раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 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 да? Нет, наверное, все-таки не она. Да, самая длинная серия, это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это серия из 8-10. Из плюсов мы наблюдаем, что вот эта серия состоит из семи точек, а серия, с которой начинается временной ряд, состоит из шести. Это все-таки пока очень много значений. Итак, у нас гамма меньше гамма критическая. Тау больше, чем тау критическая, четыре, восемь, шесть. И это достоверно говорит про то, что ряд не случайный. У нас есть общая тенденция, но которую мы, собственно, очень хорошо и предполагаем здесь, поскольку, действительно, после введения санкций 11 апреля, курс начал очень сильно расти. И у нас в первый период времени значение оказывается ниже среднего, а в последнее оказывается выше среднего, даже несмотря на некоторых корректировках. Другой вариант, который мы можем изучить, это наличие неких циклических колебаний. Вот здесь есть цикл или нет? Ну, откуда мы могли сделать версию о том, что у нас есть цикл? Мы наблюдали значение, что вначале у нас были довольно долго значения выше медианного уровня, потом ниже медианного уровня, потом снова выше медианного уровня. И из этого, наверное, можно было бы сделать какую-то гипотезу о том, что у нас есть вот эти вот восходящие и восходящие серии. Проверим. На основе исходного ряда, здесь никаким образом мы не переходим к коррекционному ряду, не пересчитываем значения, мы записываем серии с плюсом и минусом. Плюсы, если значение новое больше, чем значение предыдущее, и минус, если наоборот, если значение новое меньше, чем значение предыдущее. То есть ряд идет в сторону повышения, и ряд идет в сторону поднижения. Равные значения, как и в предыдущем случае, не учитываются. Вычитаются две характеристики. Гамма от t – общее число серий. Тау от t – протяженность самой длинной серии. Ну и если ряд не случайный, то гамма от t – мало, а тау от t – велико. То есть серий мало, а эти серии длинные. Ну, в идеале, что у нас шел подъем, потом шел спад, а не было колебаний вот такого рода. Когда у нас вверх-вниз, вверх-вниз, все довольно случайно. Итак, мы должны сравнивать значение гамма от t – меньше равняется вот такой вот в технической точке. 1 третье умножить на длину временного ряда умножить на 2 злочные единицы. Минус 1,96 на 16t минус 29, деленное на 90. Но кто помнит цифры, здесь увидят нечто, получающееся в коэффициенте корреляции Кэмбелла. И это действительно не случайно. Но откуда формула берется, мы, конечно, в рамках базового курса не берем. Тау критерская от t зависит от длины временного ряда. Если у нас временного ряда не превышает 26 точек, то у нас критическая точка будет 5. Если от 27 до 153 точек, то, соответственно, 6. А от 154 до 1170 – 7. Ну и от 1171 до какого-то разумного значения в пределах 10 тысяч будет значение 8. Но дальше временные ряда, конечно, бывают. Если мы говорим про финансовую статистику, бывают очень высокочастотные временные ряда, очень длинные, но там, конечно, мы подобные серии, скорее всего, искать не будем. На нашем примере, если вернемся к картинке, там мы подчеркивали эти результаты, здесь выделяем цветом. Соответственно, где у нас идет рост, мы выделяем голубым цветом. 57-54 больше, чем 57-29, 57-76 еще больше. Дальше спад, рост, 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 рост. Спад, спад, ну и так далее. То есть, у нас рост голубой, а белым цветом выделяем периоды спада. Что мы видим? Мы видим совершенно какую-то случайную картину, то есть, нету никаких длинных серий, и этих серий очень-очень много, многие из них просто составляют длину единицы, то есть, подъем-спад, подъем-спад. Это означает, что у нас никаких циклических колебаний не наблюдается. Это нам дают и критерии. Количество серий 17, больше, чем критическая точка. Аналогично, Тау равняется 4, 4 это максимальная длина серии, а у нас должно быть хотя бы 6 для временного ряда длиной 29. Средственный ряд случайный, то есть, нет периодических колебаний, хотя может быть монотонная зависимость, выявленная предыдущим критерием. Вот здесь мы наблюдаем отличия. Первый критерий говорит про монотонные зависимости, второй критерий говорит про циклические колебания. Ну и третий критерий, критерий Абб, критерий квадратов последовательных разностей. Мы будем пытаться посчитать эту величину, которая высчитывается на самом деле чуть даже более удобно, нам не нужно никакие вариационные ряды находить, нам не нужно находить плюсы и минусы, у нас просто есть некая вычисленная формула. Мы посчитываем снова значение гамма. И вот критерий Абб, он работает как с монотонными зависимостями, так и с какими-то циклическими колебаниями. Итак, вычитается величина гамма от Тау, равняется Ку в квадрате или на С в квадрате. Заметим, что С в квадрате в квадрате, это не что иное, как обычная, не смещенная оценка дисперсии, единица на количество наблюдений во временном вреду с обычной единицы, yt минус y средняя в квадрате. Вот эту вот сумму мы считаем. В числителе у нас тоже присутствует t минус 1, но я их не сократил ровно для того, чтобы показать, что на нас ли у нас присутствует дисперсия. В числителе получается единицей на 2t минус 1 и дальше на сумму квадратов последовательных разностей. Мы берем из второй точки, вычитаем первую, смотрим, насколько у нас подъем осуществился. Насколько подъем осуществился со второй по третьей, нагляднее с третьей по четвертой и вплоть до самого конца. И сумма квадратов этих отклонений, при этом заметим, что у нас неважно был подъем или спад, важно, насколько у нас он остался фиксированной величиной. Вот в данном случае мы учитываем это в наглядении величины гамма t. Критическая точка единица плюс плантиль нормального стандартного закона, функция норм st over от альфа, деленная на корень из t плюс 0,5 до единицы плюс опять-таки u от альфа в квадрате. И если у нас гамма от t меньше или равняется критической точке, то ряд не случайный, с вероятностью ошибки альфа 5%. Значит, что здесь рекомендуется? Рекомендуется использовать критерии АКБ для больших выборок. Ну, как, собственно, и большинство критериев, особенно касательно временных ревидов, особенно с какими-то особенностями, нам здесь, конечно, короткого временного ряда будет недостаточно. Никакой цикл мы на 10 точках не сможем вычислить. Вообще абсурдно, например, говорить о том, что мы выявили и значимо подтвердили сезонность на данных за 2 года. То есть здесь, конечно, никакой сезонности мы выявить не можем, да и тренд де-факто тоже. То есть разделить, на самом деле, даже сезонность тренда, для этого нужны чуть более длинные наблюдения, хотя бы лет 5, чтобы мы могли это учесть. Конечно, желательно более длинные временные ряда используются. В нашем примере ряд короткий, поэтому со всеми вытекающими последствиями для этого ряда тоже не выполняются условиями. Но давайте попробуем посмотреть, что он даст. Поскольку для цикла нам уже данных не хватит, а для монотонности этого вполне может быть достаточно. Итак, гамма от 29 равняется 0,54, деленное на 3,69. Получаем 0,147. И замечаем, что с большим запасом мы говорим о том, что ряда не случайный, и у нас здесь присутствует, конечно, какая-то не случайная составляющая, мы должны ее оценивать. Из-за чего это возникает? Ну, конечно же, из-за того резкого подъема валютного курса, который наблюдался в период с 11 апреля. До был курс на уровне порядка 50, и меру я за доллар. После этого сразу поднялся на 10%. Соответственно, эта разница дает возможность выявить зависимость даже для довольно короткого временного ряда. Ну, понятно, что я взял ряд 29, чтобы, по крайней мере, хоть как-то могли на практике это все оценить и посчитать. В реальности, конечно, временный ряд 29 очень маленький, и если мы захотим выявлять какие-то долгосрочные тенденции, то, наверное, там следует использовать более долгие временные ряды, тем более, что статистика здесь имеется достаточно. Ну, и перейдем непосредственно к анализу трендов. Тренды бывают разные. Тренды, простейший вариант аналитического тренда, это полиномиальный тренд. Общая формула полиномиального тренда θ0 плюс θ1 на t плюс θ2 на t в квадрате и так далее, θp на t в степени p. Если пара равняется единице, у нас будет линейный тренд. Линейный тренд это то, что у нас присутствует в моделях очень-очень часто некая повышающаяся или понижающаяся тенденция, и коэффициент θ1 в данном случае будет просто говорить, насколько значение изменяется за один такт времени. Если у нас посуточные данные по валютному курсу, и у нас θ1 равняется, скажем, 0,05, это означает, что на 5 копеек каждый день в среднем значение курса повышается. Если мы говорим про макро-статистику, и значение равняется 2, а у нас, допустим, ВВП в триллионах рублей, то, соответственно, каждый год ВВП увеличивается на 2 триллиона рублей. Если мы рассматриваем квадратичный тренд, то мы говорим о том, что в системе присутствует постоянное ускорение. То есть у нас есть некая тенденция, но эта тенденция либо изменяет свой масштаб, либо даже меняет знак. Например, у нас есть временной ряд, который поменял тенденцию. То есть сначала был рост, потом был спад. Понятно, что горизонтальный тренд, который здесь там даст функции линий в зависимости y от t, нам ничего не объясняет. А вот, в принципе, мы можем учесть то, что у нас была точка максимума, и дальше мы шли в нас. То есть мы можем смоделировать данную зависимость параболой. Это вполне возможный вариант. Другой возможный вариант, когда у нас присутствует какой-то вот тренд, который у нас возрастает все сильнее и сильнее. Здесь, в принципе, парабола тоже может присутствовать, но другое дело, что здесь, скорее всего, будут некие другие тренды, более правильные, в частности, экспоненциальные. Для него мы еще дойдем. Итак, квадратичный тренд – это постоянное ускорение. Ну, например, если мы говорим про инфляцию. Вот у нас была некая инфляция стартовая, а потом, после выполнения предвыборных обещаний, инфляция начала увеличиваться от месяца. К месяцу есть некое усреднение. В какой-то момент она достигла своего максимума и потом начала уменьшаться. То есть, если мы говорим про инфляцию, то вот это вот такой случай. Сначала роста, а потом падение у нас могут оцениваться. Заметим, что это у нас должен быть именно записан уровень цен изначально. То есть, инфляция – это означает, что здесь цена… Да, что у нас будет инфляция. P3. P равняется 3. Кубичный тренд – постоянное изменение ускорения. Ну, вот здесь я поставил даже три упростительных знака. Поскольку третья производная у нас уже совсем редко может встречаться в модели. И если у нас присутствует третья производная… Ну, вот это вот, третий оставляющий куб, то, наверное, у нас уже нужно рассматривать не базовый показатель, не уровень цен, не инфляцию, а, скорее всего, у нас есть уровень цен, но есть показатель, который является первой производной уровень цен, является инфляцией. И тогда, вот, скажем, второй подразличный член модели с инфляцией – это означает, что куб в модели с уровнем цен, и он может хоть как-то иметь интерпретацию. Но здесь сказано, что темпы роста инфляции стали сокращаться. То есть, во-первых, у нас есть инфляция, у нас есть рост цен. Это первый порядок. Второй порядок. У нас инфляция растет. То есть, был период, когда инфляция была 2%, потом она стала 3%, потом 4%, потом 10%, и мы движемся в сторону к очень высоким темпам инфляции. Но в какой-то момент этот рост стал замедляться. То есть, у нас инфляция составила 10%, потом она до этого росла с 5% до 10%, а тут выросла, но с 10% до, например, 13%. А потом выросла с 13% только до 14%. То есть, у нас темпы роста инфляции стали сокращаться. Есть инфляция, инфляция растет, но рост инфляции все медленнее и медленнее. Понятно, что это устаканить в голове уже не так-то просто, не говоря про то, что использовать подобного рода модель. Соответственно, у трендов с более высокими степенями есть такая вот проблема интерпретации. Мы, конечно, можем построить по n точкам тренд n-1 порядка, он пройдет через все эти точки, но он не будет объяснять ничего, ну и кроме того, он будет очень плохо выдавать значения численным, потому что у нас будут просто очень высокочастотные колебания, чтобы пройти через все эти точки. Дальше он уйдет куда-нибудь в плюс бесконечности, а минус бесконечности. На практике я ни разу не видел, чтобы использовались тренды выше третьего порядка. Квадрат встречается довольно часто, добавка к первой степени. Куб крайне редко, но таким пример еще можно привести. Четвертый степень просто. Ну вот если мы возьмем и посмотрим динамику курса доллара с 3 апреля по 16 мая 2018 года, те самые данные, которые мы до этого обсуждали в критериях, которые выявляют некую неоднородность данных. Итак, у нас есть некая динамика. Вот первое значение до 11 апреля. То есть у нас санкции были введены вечером в пятницу, когда торги в России уже были завершены, об этом еще никто не знал, а вот на новой неделе произошел всплеск. Произошло вот это самое изменение курса, причем в какой-то момент, если правильно было, 12 апреля, он взлетел аж до 64 рублей за доллар. Ну и дальше мы видим, что есть некая новая долгосрочная тенденция, которая просто находится на новом. Здесь у нас был какой-то плавный рост. Ну здесь мы можем сказать, что этот плавный рост продолжался, с учетом так называемого эффекта перелета. Очень явно здесь виден эффект перелета. Во многих моделях он рассматривается, эффект перелета Дор-Муша в макроэкономик, и эффекты аналогичные на финансовый рынок. Вот мы здесь видим, из-за вот этих вот завышенных ожиданий, из-за ажиотажного спроса, сначала поднимается до определенной величины, и только потом выходит на свою некую долгосрочную траекторию, которая может даже оставаться довольно долгое время. Но заметим, что последняя тенденция, это еще связано с недавним ростом цен на нефть, которая чуть-чуть смельчила последствия вот этих вот санкций. Итак, мы можем взять и модерировать эту зависимость разными функциями. Первый вариант мы берем и в качестве объясняющей переменной включаем только время. Итак, у нас присутствует ряд у первая и так далее, ун это результирующая переменная, и у нас есть t первая равняется единице, tn в данном случае равняется 29. Вот это вот значение момента времени t. И мы строим зависимость. Ирит равняется 5887 плюс 0,160t. Это те коэффициенты, которые нам выдаст функция линей по этим 29 точкам. Как их можно интерпретировать? В начале времени, перед 3 апреля, 3 апреля тоже первая точка, а вот то, что было там на 31 марта, это уровень 5887, это некая долгосрочная тенденция. То есть вот отсюда ряд начинается. Дальше. На 16 копеек каждый день валютный курс становится выше, чем предыдущий. И вот мы наблюдаем вот этот тенденция. Сначала она вот такая расшла, потом, конечно, есть скачок, связанный с вот этим вот изменением курса, но и вот до сих пор мы продолжаем вот эту вот тенденцию. На 16 копеек рост курса. Коэффициент детерминации, ну, не сказать, что очень велик, 48% мы объясним такой линейной модели, но не более того. Ну, хотя мы видим, что время имеет значение. То есть t, значит, на 160, на 32, явно у нас курс доллара повышается, а не понижается по данным взаимодействиям. С очень высокой степенью. Достоянности можно сказать. Как мы можем изменить модель? Мы можем включить квадратичную составляющую на прошлой идее. Мы изучали нелинейные модели, соответственно, нам нужно будет ввести переменную t в квадрате. t первая в квадрате равняется 1 в квадрате 1, дальше 4, 9, ну и так далее. tn в квадрате равняется 29 в квадрате. Соответственно, у нас будет уже два фактора, по которым мы строим модель. Функция линейный, регулирующая перемена y2x, выдаст нам следующую регрессию. 56,67 плюс 0,585t минус 0,014 в квадрате. Как опять-таки это интерпретировать? Базовый уровень 56,67. Но это, наверное, чуть поближе к реальности компроксимации вот этих данных. Дальше 58,5 копеек. Это тот рост, который идет в первоначальном периоде. То есть у нас в начальном времени рост идет очень большой. Но этот рост, он замедляется, и более того, в какой-то момент он достигает своего максимума. Условно говоря, мы взяли бы, смоделировали, что здесь он замедляется, замедляется, замедляется. Свой максимум, и дальше он пошел вниз. Совсем на долгосрочную тенденцию, конечно, нам такая модель не поможет. Но на ближайшее будущее она может объяснить ситуацию лучше, чем вот этот вот линейный тренд. То есть тренд с меняющейся тенденцией мы можем моделировать через квадрат. Видим, что здесь увеличился и коэффициент детерминации, он равен 0,695. Но заметим, что значимость модели не только не возросла, она отчасти упала. То есть здесь коэффициент, конечно, очень сильно вырос. 58,5 копеек против 16 копеек начального роста. Но и очень сильно изменилась точность этого коэффициента. То есть здесь 0,103, хотя заметим, что по-прежнему он оказывается очень значимым. Но это еще один сигнал, что нам стоит включить в модель. Во-первых, у нас сильно увеличивается коэффициент детерминации. Во-вторых, у нас t квадрат тоже оказывается значимым переменой. 14 разделить на 0,3 получается значение порядка 4, что явно больше, чем у кублическая точка. А вот если мы включаем кубическую вставляющую, понятно, что коэффициент детерминации станет более высоким. Но вопрос, насколько у нас адекватна вот эта вот кубическая вставляющая. Куб выглядит вот таким вот образом. То есть сначала рост, потом, например, замедление, потом новый рост. Что-то подобное, конечно, мы здесь тоже можем увидеть. Рост, потом впадина, потом рост, не знаю. Потом если по четвертого порядка, мы еще и... Вот это вот спад могли бы задействовать. Но, с другой стороны, это далеко не долгосрочная тенденция. Это некие случайные колебания, или, может быть, не очень случайные, а вызванные воздействием каких-то других факторов. Здесь это просто откат назад после резкого всплеска, обычная коррекция рынка. Этот участок связан с повышением цен на нефть, а вовсе не с динамикой во времени. Если цена на нефть начинает падать, то, соответственно, мы продолжим рост в этом направлении. Это нам дает и модель, построенная уже по трем рядам данных. У нас появляется t куб, которая равняется 1,8,3 в кубе 27, ну и так далее. tn в кубе равняется 29 в кубе, чем это будет равно, можете прочитать. Соответственно, функция ленин нам выдает вот такие вот коэффициенты. Коэффициент на цель, да, еще немного вырос. У нас было 69,5% прогноза. Теперь 71,2. Но при этом, что мы можем сказать? Что, по крайней мере, кубическая составляющая не значена совсем. То есть у нас здесь 5 десятитичных и коэффициент, и его среднекометическая ошибка. Соответственно, вот этот коэффициент, он может быть как положительный. Так, это, кстати, мы ничего здесь не можем достоверно сказать. Более того, из-за добавления новых данных у нас очень сильно уменьшается точность коэффициента при квадрате. И раньше он был, конечно, меньше по абсолютному величине, но довольно сильно значимый. 14 плюс минус 0,3, 1, 39 плюс минус 0,21. Если мы говорим про 95-процентный галерийный интервал, то и квадрат даже оказывается здесь не значим, потому что отношение оказывается меньше двух, меньше критической точки. Если, конечно, мы берем уровень значимости 10%, мы обосновать квадратичную составляющую можем. Но залетим с куда большим трудом, чем это было в предыдущей правильной модели. Ну, линейная составляющая все равно сохраняется, хотя, конечно, говорить про то, что эта модель какая-то хорошая, наверное, не стоит. То есть вывод. Линейная модель уже объясняет довольно много. Квадратичная модель объясняет еще большее, наверное, перейти к квадрату с той лобой. А вот куб это уже из-за лишества, не говоря уже про какие-то большие степени. Есть еще один интересный вариант, который мы можем здесь проанализировать. Вот помните, что неоднородность данных у нас анализировалась с помощью данной переменной. И мы можем ввести данную переменную, которая соответствует периоду введения санкций. То есть у нас есть период до 11 апреля, и есть период с 11 апреля. 11 апреля это первые торги, которые полностью уже продемонстрировали рост курса за счет санкций. Соответственно, мы вводим переменную z в санкции. z равняется 0 в первых значениях до 11 апреля. И равняется 1 с 11 апреля. Позволит ли такая модель спрогнозировать результаты лучше? Оказывается, да. Если мы включаем в модель вот такую вот составляющую, ну, во-первых, заметим, что в этой модели коэффициент терминации 0,868. То есть очень-очень большая величина, которая, если честно, больше, чем для квадратичного тренда. Более того, заметим, что дело тут не во времени и долгосрочного тренда, как такового, на повышение. Здесь, де-факто, и нету. То есть коэффициент, конечно, 0,019 больше 0, но его стандартная ошибка 0,023 не позволяет сделать вывод о том, что у нас есть что-то отличное от константы. То есть у нас какое-то время курс поднимается, какое-то время опускается, ничего большего мы не знаем. Но зато насколько сильно на нас влияют санкции. Ну и вот эта вот переменная, конечно, очень сильно имеет здесь значение, поэтому вот такого рода зависимость мы тоже можем включить тренд. Ну, заметим, что если мы пробуем посчитать квадратичный тренд или кубичный тренд с наложением санкций, то там, тем более, не будет никакой явной зависимости, санкции будут очень сильно влиять на результат, а сам тренд будет отсутствовать. Значит, это первый вариант трендов, полиномиальные тренды. Когда у нас есть некие величины, которые более-менее сопоставимы во времени, то есть, как правило, это либо высокочастотные временные ряды с не очень длинной историей, либо что-то еще, что, так скажем, растет на уровне абсолютных величин, а не на уровне относительного роста в процентах. Вот если мы те же самые валютные курсы посмотрим уже за диапазон многих лет, или десятилетий, или тем более посмотрим курсы акций или фондовые индексы, то нам, скорее всего, потребуется рассматривать следующий вид модели экспоненциальных трендов. Во временных рядах в экономике это наиболее распространенный тренд. Это единственный тренд, который выявляет постоянный тенд относительного прироста варенья. Экономический рост, уровень цен, выручка, любые другие денежные показатели у нас растут не на сколько-то рублей, а на сколько-то процентов. Заметим, что отличия от линейного тренда здесь будут очень большие, особенно на длительных интервалах времени. Если у нас есть 5% экономический рост, ну, казалось бы, 5% роста это то, что, в общем-то, не так много и в экономике вполне себе встречается. В России в период с 1999 года по 2008 все года был рост от 5% и выше, более того, в среднем он составлял 6-7%. Если мы говорим про китайскую экономику, она на протяжении более 30 лет уже показывает темпы роста выше 5%, скорее приближается к 10%. То есть там за большинство лет, период с 1980 года и до настоящего времени, уже скоро 40 лет будет, рост был от 6% до 13% в год. Соответственно, это может быть. Но заметим, что если страна растет такими темпами в течение 100 лет, в течение века, то ее уровень жизни повышается в 132 раза. То есть мы начинаем с некоторого базового уровня 1000 долларов в год на человека, что является на грани выжимаемости этой беднейшей страны Африки. А через 100 лет эта страна будет богаче Сингапура, богаче Монако, богаче Люксембурга, вдвое богаче Америки и так далее. То есть мы получаем огромные результаты. Вообще экспоненциальный рост, конечно, страшная штука и на протяжении длительного периода времени мы, конечно, от очень низкого уровня переходим к каким-то запредельным. 10% в год, которые тоже бывают, которые мы наблюдали, например, на длительном термале времени у Китая, это почти 14 тысяч раз за день. Ну, понятно, что для экономического роста такое уже невозможно. А для инфляции вполне, то есть период инфляции в районе 10% могут быть достаточно длительные. Видимо, сколько раз изменились цены. И вот по поводу экономического роста, как раз возьмем статистику по Соединенным Штатам с 29-го года, то есть с того момента, как началась Великая Депрессия, и по настоящей Америки. Значит, это данные по объему ВВП, приведенного к сегодняшним деньгам. То есть, понятно, что деньги были разные, и мы просто взяли, с учетом этих цен, посчитали их в некой единой шкале. Соответственно, что у нас здесь получается? У нас здесь имеются вот эти вот данные, от триллиона долларов до 17 с лишним триллионов долларов. Ну и вопрос первый, каков темп экономического роста в США с 29-го года? А второй вопрос. Когда наступил кризис в 2008-2009 году, было очень много апокалиптических сценариев, которые говорили, что американская экономика вообще рухнет. Конечно, здравомыслящие экономисты здесь сразу находили очень большое количество ошибок именно фактологических в этих оценках. Но они же могли очень часто говорить, да, конечно, какого-то кошмарного сценария с гиперинфляцией, с обвалом в два раза не будет, но в экономике не все в порядке, и мы можем ожидать довольно затяжную рецессию. Сейчас многие говорят, что рецессия прошла, и действительно, американская экономика растет в последние годы, берем даже четыре последних года, темпами 2,6-2,9-1,5-2,3% в год. То есть то, что достаточно много. Вопрос, означает ли это, что мы восстанавливаемся после кризиса с учетом вот такого вот роста экономики. И аналогичный вопрос касательно России. Мы тоже говорим, что по итогам 2017 года в России наконец-то, вот впервые с 2014 года, наблюдался некоторый, хоть маленький экономический рост. И на перспективу говорится, ну сейчас мы выходим на устойчивую траекторию, полтора-два процента в год, соответственно, у нас все хорошо. Означает ли это, что таких там роста достаточно для того, чтобы удерживать Россию в числе ведущих мировых держав? Вот оказывается следующее. Если мы возьмем и нарисуем картинку по американским данным, значит, здесь будут логарифмические координаты, поскольку у нас идет относительное изменение по оси Ильев. И, соответственно, у нас нужно взять, прологарифмировать значение Ильев, построить соответствующий тренд и видим, насколько точно данные ложатся на одну и ту же прямую. Значит, вот у нас Великая депрессия. Ну, довольно сильное, но, может быть, там не очень долгое отклонение. Вот военные годы, ну, военные годы, благодаря военным заказам и усиленной работе мы часто наблюдаем действительно очень мурные темпы роста. Ну, и дальше мы видим, что все идет очень-очень близко к прямой. То есть здесь вообще невозможно представить никакой тренд, кроме вот этого линейного в логарифмических координатах. Это означает, что изначально тренд является экспонентом. И мы наблюдаем значение следующее. Значит, 1,016, это базовый уровень, там, в нулевом, в 28-м году, а дальше, там, просто 3,5% в год. Видим, что ни за один из вот этих вот последних годов американская экономика не показывала 3,5%. Такие темпы были в 90-е, такие темпы были в 2000-е, до 2007-го года включительно, а дальше все. И если мы рассмотрим тренд уже в исходных координатах, вот здесь это еще более наглядно видно. То есть мы здесь, конечно, наблюдаем очень близкое следование вот этому экспоненциальному тренду. Заметим, что поскольку у нас значения самого ВВП изначально были очень небольшие, здесь и великая депрессия не очень явно выглядит, хотя вот это вот отклонение, это 25% на самом деле спада экономики. А в дальнейшем никаких серьезных спадов вроде как не было, даже значение, которое упоминалось, там, в 71-м год, это вот. Значение, там, в 90-м году было, ну, уже небольшое, здесь практически мы сдержались на преодолевающем уровне. Ну и, наконец, если мы рассматриваем ситуацию 2008-2009 год. Вот вот этот вот кризис. В относительных величинах это гораздо меньше, чем великая депрессия. Но заметим, что последующий восстановительный рост, он на самом деле отстает от вот этого долгосрочного темпа. Ну, с другой стороны, конечно, мы понимаем, что даже 3,5% ростов в год, это очень высокая величина, которую выдерживать современный мир просто не может. Потому что одно дело, что развивающиеся страны с низкой базой могут так расти, а разные страны, конечно, такие терпоросты показывать уже не могут. Если мы рассмотрим еще один пример аналитических трендов, нам нужно выявить долгосрочную тенденцию, построить аналитическую функцию от времени Т от Т, позволяющую сделать долгосрочный прогноз на вот следующем примере. Я собрал данные по квартальной динамике числа владельцев смартфонов России с 2013-2017 годов. Естественно, вот по квартальной данной, 4-й квартал 17-го, 1-й квартал 13-го и значение в миллионах пользователей. Здесь мы учитываем количество людей, которые используют в своей повседневной жизни смартфоны. Начиналось с значения 35-7 миллионов, сейчас уже приближается к 80. Видим вот этот долгосрочный пункт. Понятно, что рост есть, но если мы хотим сделать прогноз на обозримое будущее, на год, на два, на пять, может быть даже чуть дальше, то, конечно, результаты будут очень сильно отличаться в зависимости от того, какой тренд мы здесь изберем. Что мы можем попробовать здесь делать? На практике мы будем делать это более детально, но вот что мы видим здесь. Линейный тренд показывает постоянный абсолютный прирост. То есть у нас есть некий константный рост, то есть у нас просто количество увеличивается, как мы видим, на 2 миллиона смартфонов в год. Начинаем с уровня 38 миллионов и на 2 миллиона идет рост. Мы видим, что достаточно большое значение R-квадрат, но здесь, поскольку тенденция по квартальной никаких здесь спадок в принципе по определению быть не может, то мы, конечно, ожидаем, что значение коэффициентной терминации будет больше. Если мы используем какие-то тенденции другие, например, попробуем рассматривать квадраты. Чем отличается квадрат с держателем? Мы учитываем то, что возникает вот та самая точка максимума. То есть, ну, например, то, что было с обычными кнопочными сотовыми телефонами, которые сначала пошли в нашу жизнь, и потом на какой-то момент их заместила новая технология, технология смартфонов. Вот здесь нам следует ожидать что-то подобное. Если мы берем квадратичный тренд, то мы действительно наблюдаем вот такой вот последовательный рост, но где-то он достигает своего максимума, можно определить на каком уровне и когда. Если мы верим, то это зависит. Дальше, конечно, все зависит от исследователей, сможет он это обосновать или нет. Ну и в том числе мы можем посмотреть на цифры, насколько они прогнозируют вот эти данные, по крайней мере, ретроспективно. Итак, тренд выглядит следующим образом. 33,90 – это первоначальный уровень на уровне четвертого квартала 2012 года, и СРТ равняется 0. Дальше, стартовый рост – 3,22, то есть у нас не 2 миллиона покупается ежеквартально, а количество пользователей увеличивается на 3,22 миллиона. Но при этом мы видим, что эта тенденция замедляется. То есть сначала было 3,22, потом стало 3,16, потом стало 3,10, ну и так далее. То есть этот рост становится все медленнее и медленнее, и даже на графике мы, в принципе, это можем увидеть. Коэффициент дотерминации такой модели оказывается уже выше, 0,994. Но вот теперь посмотрим, а когда достигается максимум. Для того, чтобы найти точку максимума, приравняем производную к нулю и получаем, что максимум происходит при Т равном 28, ну если точное значение 28 с небольшими копейками. То есть где-то к концу 2019 года, к началу 2020, зима 2019-2020, мы достигаем максимума на уровне 79 миллионов. То есть де-факто уже рост практически не наблюдается. И, собственно, на этом, получается, эра как бы будет закончена. То есть все, кто котел, уже воспользовались, будет замещение, заметим, что это не продажа. Продажи будут продолжаться. То есть просто люди будут менять старые версии на новые, более высококачественные, или каких-то лучших брендов, и будут появляться какие-то технологии. Но это будут те же самые люди. А следующая технология, она, в принципе, может уже войти в жизнь. Вот верим в это или нет, он нас попробует отменить. Еще один возможный вариант тренда – это гиперболическая зависимость. На прошлой неделе изучался вариант гиперболической зависимости для пространственных выборок. Следственным функцией является гиперболой. Это либо спад порядка единицы на х, либо это, наоборот, рост. И у нас есть некая горизонтальная асимптота. У нас есть некий уровень, так скажем, базовый. Понятно, что здесь в отрицательной области у нас будет вертикальная асимптота. И здесь вот эта гиперболическая функция будет к чему-то стремиться. Для того, чтобы оценить гиперболический тренд, нам нужно ввести переменную единицу на t. Соответственно, у нас будет столбец данных единица, одна вторая, одна третья, одна двадцатая. И модель получается следующего вида. Заметим, что если мы взяли бы вертикальную асимптоту, равную нулю, то у нас результат оказался довольно плохой, потому что мы видим, что и коэффициент терминации сильно меньше, чем t. 0,900 с чем-то, вплоть до 0,994 относительно предыдущих моделей. Ну и кроме того, сами коэффициенты, если посмотреть, и будем смотреть на практике, оказываются менее значны. А вот если мы делаем модификацию, то есть мы допускаем, что ведь вертикальная асимптота может быть где-то во вне значения 0. Вот здесь она оказывается в точке минус 22, просто варьируя значение вот этого. t минус t нулевое, мы можем брать и учитывать уровень, с которого начинается рост. То есть, грубо говоря, вот когда-то там в прошлом рост этот начался с минус бесконечности, потом где-то он вышел на уровень нуля. И вот 0, собственно, это тоже можно оценить, где он находится. Функция выглядит вот таким вот образом. Что это означает? Как ее интерпетировать? Ну, во-первых, 0,996 это результат, который дает лучше, чем квадратичная модель. Это означает, что мы доходим до некого максимума, и никакого спада после этого не происходит. Во-вторых, на каком уровне происходит эта фиксация, на каком уровне насыщения? На уровне Y с крышкой равняется 123. То есть, в пределе будет здесь 123 миллиона, но понятно, что мы до этого дойдем довольно нескоро. Логарифмический тренд. Наиболее медленный, неограниченный рост. Мы предполагаем, что рост будет продолжаться и никогда не дойдет до своего логического завершения. Или тоже будет планицей размножаться. И, соответственно, рост нигде конца и крайне. Но правда, это наиболее медленный рост. То есть, это медленнее, чем линейный, тем более медленнее, чем какой-нибудь квадратичный, степенной и особенно экспоненциальный. Правда, для временных рядов он определен только для положительных t. И не очень понятна интерпретация, что означает логарифм. Логарифм, правда, можно использовать просто для какой-то аппроксимации имеющихся данных без какого бы то ни было обоснования. То есть, просто какая-то функция, которая хорошо описывает эти данные. Коэффициент терминации в базовом варианте 0,950. Ну и опять-таки мы можем взять, модифицировать, сказать, а где этот логарифмический рост начинается. Он начинается в точке 7, и, соответственно, у нас r квадрат равняется 0,997. Экспоненциальный тренд. Постоянный относительный прирост. Но здесь на этих данных совсем плохо его видно, потому что у нас экспоненты показывают возрастающий рост. Здесь рост, наоборот, замедляющийся. Это видно и по коэффициенту терминации, которая здесь 92,9%, который, конечно, в 997 или даже в 973, который был для линейного случая. Степенной тренд. Постоянная эластичность. То есть, тоже очень хорошая модель для пространственных выборок, но не очень понятная интерпретация, что такое эластичность по времени. Ну и результаты здесь показаны, что рост есть, но со степенью менее, чем линейный 0,59. То есть, коэффициент показатель степени и коэффициент терминации 0,881 ниже, чем какие бы то ни было, которые были раньше. Ну и по каждому из трендов мы можем построить прогноз. Здесь много данных, и на практике мы будем с ними сталкиваться заново. Сейчас главное посмотреть, что у нас с прогнозами. Вот у нас прогноз на следующий квартал, то есть на нынешнюю весну. Линейный тренд дает 80 с лишним миллионов, квадратичный, говорит, что все замедляется, будет только 76, то есть меньше, чем текущий уровень, за это уже ошибка. Если мы рассматриваем гиперболический тренд базовый 76,6, да, хороший гиперболический 76,6 дает, логарифмический 76,9, оба правильные модифицированные. Экспоненциальный 84,8, то есть у нас будет рост все более и более увеличившийся, здесь мы особенно видим, насколько это не соответствует реалиям, то есть мы здесь не можем использовать экспоненциальный тренд. Для любой экстраполяции он здесь однозначно не годится. Степенной на самом деле тоже, то есть слишком большой дальнейший рост, который никоим образом не адекватен реальности, то есть нам нужна какая-то функция, которая растет медленнее, чем линейный. Поэтому, собственно, остановиться надо на первых четырех, вот 28 это та самая точка максимума, 7,9 по квадратичному тренду, предположение, что это пик использования смартфонов. Линейный тренд дает продолжение роста, здесь 94 и дальше рост до 280, через 100 периодов, заметим 100 периодов, это через четвертьека. Если здесь, то у нас начинается спад, ну понятно, что он здесь на горизонтах, это тоже уже совсем неадекватно. И вот примеры, как растет гипербола. Вы сказали, что гипербола выводит на точку 123. Тем не менее, даже через 25 лет мы до точки 123 еще далеко не дойдем, то есть эта сходимость очень медленная. Логарифмический тренд дает неограничный рост, поэтому вот здесь он показывает более высокие значения. Но заметим, что это самый медленный рост из всех возможных, которые стремляются потенциально в бесконечности. Ну вот, после этого можно сделать расчет остатков, посмотреть точность каждой из моделей. Но это мы больше будем касаться на практике, а на сегодня эту пару мы заканчиваем. До свидания.